Добрый день, уважаемые пациенты! Сегодня мы поговорим с вами о родинках и родинке в паховой складке. К нам обратился мужчина, у которого непосредственно была в паховой складке довольно большая родинка, покрытая такими наростами, она была коричнево-черного цвета, темная, существовала много лет, постепенно росла, была диаметром порядка полутора сантиметров. Что это такое? Ну, соответственно, по внешней картине это невус или родинка, как это называют, или родимое пятно, хотя это не совсем пятно, или, соответственно, приобретенный меланцитарный невус. Итак, это, как правило, четко ограниченные гиперпигментные либо пятна, если они не разрушаются над кожей, либо, соответственно, папу-узлы, которые образованы скоплением невусных клеток непосредственно в эпидермисе, это верхнем слое кожи, непосредственно в дерме, либо в подкожно-жировой клетчатке. Как правило, соответственно, они имеют несколько стадий развития в своей картине и заканчиваются фиброзом или, по сути дела, образованием рубца и постепенно утрачиванием пигмента. Несмотря на разрастание вот такие вот и неравномерный пигмент на поверхности этого невуса, это, соответственно, по удалению, оказалось доброкачественное образование, соответственно, что, как ведут себя те самые невусные клетки, которые похожи на наши пигментные клетки, но отличаются некоторыми характеристиками. Итак, сначала вот эти невусные клетки, да, темные клетки, да, меланоцитарные клетки, да, они, соответственно, располагаются непосредственно на границе эпидермиса и дермы, непосредственно над базальной мембраной. Они, как правило, расположены в виде гнезд и в этом случае, как правило, это сначала либо пятно, либо слегка приподнимающееся над уровнем кожи папул или узелок. В дальнейшем они постепенно опускаются все ниже и ниже, они опускаются уже в сосочковый слой непосредственно самой дермы и находятся и там, и там, то есть и в дерме, и в эпидермисе. Это два верхних слоя кожи, соответственно, в таком случае это уже сложные невусы кожи, да, и вот как раз такой сложный невус кожи мы с вами видим, он был диагностирован, мы, соответственно, обезболили его, учитывая его травматический характер, да, то есть он постоянно травмировался в паховой складке при ходьбе, соответственно, мы обезболили его лидокаином и, соответственно, удалили с помощью аппарата Соргитрон-Дуэлисов-5, да, может посмотреть его на картинке, он в отличие от других, других, соответственно, аппаратов, что делает, он удаляет при низкой температуре. Действительно, ну вот если мы удаляем лазером, то там температура, в виде случаев, может достигать 600 градусов. Представляете себе, насколько сильно страдают соседние участки кожи, которые не виноваты в том, что, соответственно, удаляют, допустим, те же самые навыстные клетки. Естественно, что мы формируем ожог, естественно, что мы формируем более грубые руберцы и худшее заживление. Поэтому повальное увлечение лазерами, оно не так, оно больше разрекламировано, нежели чем, соответственно, в общем-то, требуется. Плюс к этому довольно сложно при лазере, который сжигает, по сути дела, образование при невусах забрать гистологию. А здесь гистологию сделать необходимо, чтобы убедиться в доброкачественной характеристике этого невуса, этой родинки. Ну и непосредственно последняя стадия, вот когда, что происходит. То есть эти невусные клетки идут все глубже и глубже внутрь, внутрь нашего организма, но, к счастью, они дальше вот непосредственно дермосом они заходят, погружаются уже из верхнего слоя кожи непосредственно в эпидермисов полностью в дерму, в более глубокие участки, да, и непосредственно с течением времени они привергаются фиброзу. Вот если мы видим, что родинка у нас превратилась из темного цвета в белое, да, в белую папулу, бородавку, как часто считают, да, хотя это не совсем бородавка, это нормальная, скажем так, эволюция родинки, то, соответственно, уже вот эти все клеточки переползли еще глубже, на самый свой последний, как правило, уровень, да, если это не злокачественное образование. И здесь вот, как я сказал, они подвергаются замещению рубцовой ткани или фиброзу и утрачивают меланин, то есть пигмент утрачивают и, соответственно, вот здесь уже мы видим у бабушек такие вот бородавки, да, как бы, как мы думали, на лице, однако это закончившие свое образование родинки, которые, как правило, имеют белый цвет, в основе которых, как правило, фиброз или просто рубцевая ткань. Соответственно, такие вот уже родинки удаляются совершенно безопасно, да, и она уже непосредственно имея, как правило, светлую окраску, у нас здесь окраска еще коричнево-темная, что говорит о том, что пигментные клетки сохранились, да, и они как раз находятся в постепенном погружении между эпидермисом и дермой. Поэтому подобные родинки, в следствии того, что они довольно большие, в следствии того, что они постоянно травмируются, находясь в паховой складке, нуждаются в удалении, соответственно, и кистологическом исследовании, что вы можете сделать у дерматологов, дерматоонкологов нашего медицинского центра Платный КВД в Москве, которые занимаются подобными проблемами. Вы можете посмотреть данные фотографии в хорошем качестве на нашем сайте в разделе «Клинические случаи», мы там их публикуем с небольшим основанием от выхода данных видео. Спасибо за внимание.